Согласно указу президента Республики Узбекистан Шавката Мерзиёева о дополнительных мерах по дальнейшему совершенствованию системы профессионального образования, с 2020-2021 учебного года в Узбекистане создана сеть образовательных учреждений с внедрением в их деятельность новой системы начального, среднего и среднего специального профессионального образования, а также дифференцированных образовательных программ, соответствующих уровням международной стандартной классификации образования. Образовательным учреждениям начального, среднего и среднего специального профессионального образования, кроме образовательных программ по основному уровню международной классификации, предоставляется право подготовки кадров по образовательным программам более низких уровней. В системе организуется сеть профессиональных образовательных учреждений, состоящая из профессиональных школ, колледжей и техникумов. В профессиональных школах подготовка кадров будет вестись в группах, сформированных из выпускников девятых классов общеобразовательных учреждений, на основе двухлетних интегрированных программ, общеобразовательных предметов и предметов специальности по дневной форме обучения. Учащиеся обеспечивают ежемесячные стипендии в размере однократной базовой расчетной величины и трехразовым питанием за счет государственного бюджета Республики Узбекистан. При этом профессиональные школы в праве обеспечивают учащихся трехразовым питанием либо оплачивать им стоимость питания. В колледжах подготовка кадров осуществляется на основе принципа образования в течение всей жизни. В группах, сформированных из числа лиц, имеющих как минимум общее среднее образование и завершивших образовательные программы, соответствующие как минимум третьему уровню международной классификации по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью до двух лет, исходя из сложности профессии и специальностей на основе государственного заказа и платного контракта. Расходы на текущее содержание, ведение деятельности, укрепление материально-технической базы и подготовку кадров покрываются за счет внебюджетных средств, соответствующих министерств и ведомств, а также средств, поступающих от обучения учащихся на основе государственного заказа и платного контракта и иных источников, не запрещенных законодательством. В техникумах подготовка кадров осуществляется на основе принципа образования в течение всей жизни в группах, сформированных из числа тех, имеющих как минимум общее среднее образование и завершивших образовательные программы, соответствующие как минимум третьему либо четвертому уровню международной классификации по дневной, вечерней и заочной формам обучения продолжительностью не менее двух лет, исходя из сложности профессий и специальностей на основе государственного заказа и платного контракта. Выпускникам, успешно закончившим средние и специальные образовательные программы, предоставляется право продолжения обучения в высших образовательных учреждениях по профильным направлениям образования бакалавриата, начиная со второго курса без сдачи вступительных экзаменов на основе индивидуального собеседования. Четыре образовательных учреждения нашего города также коснулись изменения, и они с 2020-2021 учебного года работают в новом порядке. Алмалыкский горный профессиональный колледж – теперь профессиональная школа. Городской горно-металлургический техникум перепрофилирован в горно-металлургический колледж. Алмалыкский профессиональный колледж жилищно-коммунального хозяйства и строительства преобразован в Алмалыкский архитектурно-строительный техникум. Алмалыкский медицинский колледж преобразован в техникум общественного здоровья имени Ибнсино. Прием документов от выпускников общеобразовательных школ, изъявивших желание продолжить учебу в Алмалыкской профессиональной школе, созданной на базе прежнего горно-металлургического колледжа, проходил в онлайн формате. Принимались документы выпускников 9 класса школ города Алмалыка. Для первокурсников в профшколе предусмотрено 209 мест, когда как документов на поступление принято уже более чем тысячи соискателей. Прием документов завершился 20 июля.